Внимание! Опасность пожара! Администрация просит вас подключить вопрещение. Голосовая система оповещения включена в тестовом режиме. Сейчас комиссия проверяет, как девятая школа в Иркутске подготовилась к открытию после каникул. Здесь пять эвакуационных выходов, каждый соответствует нормам. Но вот в актовом зале сотрудники пожарного надзора нашли замечание. В кратчайшие сроки все недочёты устранили. На данном объекте было выявлено одно замечание. Это вопрос, связанный с закреплением посадочных мест в актовом зале. Значит, на сегодняшний день данное мероприятие устранено. При обследовании даже вот на сегодняшний день, то есть в целом можно констатировать, что объект образовательной деятельности на 2020-2021 год готовы. Но в нынешней эпидемиологической ситуации учитывать необходимо всё. В школе размещены рециклеры, такие закупили во все образовательные учреждения. Они будут обеззараживать помещения, коридоры, классы. На входе обязательный замер температуры, дезинфекция рук. Да и перемены значительно станут отличаться от прежних. На перерыв ученики будут выходить по спискам. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение инфекции. Кроме того, некоторые уроки останутся дистанционными. Но всё чётко уже продумано. Всё зависит от правильно составленного расписания, перемен и желания детей разъединить так, чтобы после продолжительных каникул, соскучившись, не было столпотворения в коридоре, да, а чтобы дети всё-таки знали свои кабинеты и понимали, что для безопасности лучше всё-таки находиться со своим классом. Кроме того, по рекомендациям Минпросвещения России и Минобра Иркутской области, линейки на открытом воздухе проведут для учеников первых и одиннадцатых классов, а для остальных организуют классные часы по кабинетам. И мы комиссионно, с привлечением комитета здравоохранения города Иркутска, с учётом особенностей нашего города и эпид-обстановки, приняли решение о том, что первые классы и одиннадцатые классы проводят организованные линейки с соблюдением норм санитарных дистанций и других на открытом свежем воздухе и только при хорошей погоде. В Иркутске больше двухсот учебных заведений общего, дошкольного и дополнительного образования. Все они прошли проверку и готовы 1 сентября принять своих учеников.